Россияне, которые не брали кредитов, платят по чужим долгам. Их паспортные данные используют аферисты. Анкеты заполняются в интернете, сам документ не требуется. Проценты по таким займам космические. Есть ли способ защитить себя от преступников? И как быть, если уже оказался в финансовой ловушке? С юристами и жертвами мошенников встретилась наш корреспондент Вера Морозова. О том, что она должна деньги сразу трем микрофинансовым организациям, Наталья узнала только от коллекторов. На ее имя кто-то оформил кредит через интернет. Финансы отправились в Москву и Кемерово, а расплачиваться теперь ей, жительнице Петербурга. Я сразу же, как порядочно, им объясняю, что так и так. У меня заявление в полиции, это мошенческий кредит, я не брала. Им все равно, они звонят домой, они звонят на мобильный. Суммы относительно небольшие. 3, 8 и 11 тысяч рублей. Но при ставке 700% годовых долг получается солидный. Теперь Наталья находится в черном списке. Бюро кредитных историй. Я вообще человек осторожный. Я никогда в жизни ни с какими, тем более, вот эти микрофинансовые организации, я даже знать не знала, что такие есть и что есть онлайн займы. По закону выдавать деньги удаленно могут только компании с капиталом не менее 70 миллионов рублей, которые официально состоят в реестре микрофинансовых организаций. Но на деле, в интернете, немало предложений оформить кредит практически без проверок. Это организации, которые специализируются именно на не первоклассных клиентах, а вот похуже. Те, кто потерял работу, те, у которых нет подтвержденного дохода, те, которые допускали просрочки и испортили свою кредитную историю банков. Достаточно вбить паспортные данные и указать номер телефона для контрольного СМС. Вот буквально несколько секунд и робот мне кредит одобрил. Осталось только выбрать, куда я хочу получить деньги. На банковскую карту или на электронный кошелек. Вернуть долг на банковский счет фирмы предлагают через терминал или мобильный банк. Но если при оформлении заявки вбивают чужие данные, то и возврат денег становится чужой головной болью. В Челябинске на имя людей с чистой кредитной историей оформляли кредиты онлайн. Некоторые потерпевшие оказались должны сразу четырем организациям. Зайдя в интернет, я посмотрел и там просто требуется действительно имя, фамилия и просто паспортные данные, кем выдано. Все. Часто не задумываясь, мы сами раздаем свои паспортные данные в страховых компаниях, автосалонах, гостиницах, фитнес-клубах и даже в магазине при оформлении возврата. И невозможно быть абсолютно уверенным, в чьи руки в итоге попадет эта информация. Существуют некие глобальные теневые базы, в которых собираются все наши персональные данные, регулярно обновляются и актуализируются. И за какие-то деньги к ним можно получить доступ. И такую подборку с адресами, телефонами, паспортными данными и даже описью недвижимости можно найти где угодно. Например, в Москве за такое досье просят от трех до шестидесяти тысяч рублей. Чем новее, тем дороже. Баз очень много. Есть вообще двухторобайтные жесткие. Есть со всеми базами, которые сливались по России. Там несколько тысяч баз. С 90-х годов по 16-й год. Получается, утечки персональных данных никак не избежать. Однако чужой, незаконный кредит можно аннулировать. В первую очередь вы должны уточнить сумму задолженности, перед кем это задолженность и на основании какого документа возникает задолженность. После этого вы можете получить общедоступную информацию о судебных делах и об исполнительных производствах отношения вас. Поскольку вот эти кредиты, которые имеются у вас, но которые вы не брали, по ним кредитные организации могли уже отсудиться и, соответственно, возбудить в отношении вас исполнительное производство. Вот со всей этой информацией с заявлением нужно идти в полицию. Кстати, именно таким способом Наталья из Санкт-Петербурга избавилась от одного чужого кредита. С остальными двумя. Пока разбирается прокуратура. Вера Морозова, Екатерина Колоницкая, Лилия Азорина, Дмитрий Витов. Первый канал.